МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Почему у Регины Дубовицкой и Владимира Винокура может быть один семейный альбом на двоих? Это же было сколько лет? 14? 14. А ком это, Регина Игоревна? Мне разборки она всегда устраивает. По телефону. Тайное имя народного артиста. А чего у нас два Вовы Винокура, говорит маленький Вова? И его другие секреты. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно. Почему дочь Владимира Винокура плакала, когда увидела его сюрприз на день рождения? К 18-летию Насти я ей решил сделать подарок. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Владимира Винокура. И делает это в компании Регины Дубовицкой, потому что повод встречи у нас 30 лет аншлага. Дайте огня, мне ли светом боятся? Пусть убедятся всех ярче я. Аншлаг ведь известен не только своими заоблачными рейтингами, но и семейной атмосферой. Точно. Вы когда познакомились члены семьи аншлаговской? В 75-м году мы познакомились. Я артист вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Малякова. Да, Юра Малякова мне сказал, что в его группе появился молодой, талантливый пародист. И я ему сказала, Малякова, пригласи его ко мне в «Доброе утро» на радио, в передачу. Ты помнишь, с чем ты ко мне пришел? С двумя кассетами, ты помнишь? И значит, я говорю, ну давайте поставим, я никогда не слушала ваши пародии. Давайте, он дает мне кассету, я ставлю на магнитофон. Я стала смеяться, потому что это был Магомаев. Он его копировал не только голос, а копировал то, что умеет делать только он из пародистов. Он копировал характер. Покажи, как ты Магомаева делал. Так. Он попробовал. Точно, да? Точно, видишь? Магомаев. А если встречу в темном месте и на куренке... О, он до свадьбы вряд ли поживет. О море, море, преданным скалам... А Муслим сам любил, хотя мало кто знает, что Муслим сам делал пародии. На кого? Он делал на Рожида Бейбутова, он делал на Шаляпина, на Паллада Бельбеля Глы. А в Америке мы с ним в 86-м году работали несколько концертов, несколько, это 20. Работали с ним вдвоем. То есть он меня, молодого артиста, пригласил работать с ним по отделению. И он сам меня объявлял Муслимом. И он так тепло говорил о том, что многие пародии не любят. Я к этому отношусь двояко, с одной стороны, кто может меня спародировать. А так вообще я верю этому молодому артисту, вы сами судите, вот сейчас он выйдет. И только я делал вот это, и начиная с аплодисмента, и Муслим обязательно выходил и кланялся. Он был с юмором вообще, да. А вот с Региной мы когда в 75-м тогда познакомились, впервые я появился в лучшей передаче по тем временам. Это был единственный случай в моей жизни, когда никому неизвестный артист выступил в Добром Утре, и наутро его знаниями. Проснулся знаменитым, да. А выступил именно с Магомаевым, да? И мечтал, конечно, стать вокалистом. Вы не видели мои ноты? Я вообще первый раз вас вижу. А, вот они. Значит так, я вас прошу внимательно отнестись. Пожалуйста, пожалуйста. Женщик, пожалуйста, я прошу вас посмотреть. Я смотрю, я все вижу. Женщик, вижу, я стою, ничего не вижу. Он сидит, все вижу. Публика ждет, вы здесь знаете, устроите. Пожалуйста, если нужно, я могу встать, мне все равно. Конечно, все равно с вашим родственным, что сидеть, что стоять. Он еще потом много лет мечтал стать вокалистом, петь, а пародия это так. Ну, первый отбил меня эту охоту Юрия Маликов, потому что, когда я в первом отделении пел песню Фельдсмана, «Идут дожди, смывая вмятина», это про войну, что плачут матери, там все. И в первом отделении я выходил, в зале действительно люди сидели со слезами, а в втором отделении я выходил с этой клоунадой, то есть я делал пародию. Юра меня вызвал и говорит, надо определяться. Володь, давай откажись от чего-то. Я говорю, нет, конечно, я от песни откажусь. Мы придумали знакомство он назывался, знакомство с девушкой, приглашал в гости, пили чай, я говорю, я сейчас приду. Я бежал в телефон-автомат, голосами разных артистов говорил, что мне Володька необходим, Папанова говорила, а где он? Мы тут Софи Лорен сидим, без волки не начинаем. Алло, это кто? И девушка понимала, что я востребован, что все, Магомаев там попросил. И вот этот номер имел феерический успех, и даже уже такая ревность была небольшая, потому что ансамбль был суперпопулярный. А потом я задумал идти на конкурс и стал лауреатом. Причем непростые лауреаты были. Первая премия Любочка Полищук, вторую премию мы с Леней Филатовым разделили. Я помню, получили 100 рублей, пропили ВТО. А, кстати, он делал пародии. А он делал Филатов пародии литературной. Он делал на поэтов. Очень здорово. Классно делал. Очень здорово. И на Рождественского, и на всех, на Евтушенко. А третью премию разделили мои ребята, с которыми я позже сдружился и работал. Это Роман Казаков и Илья Олейников. И вот эта вот наша победа была общая. Почему? Потому что Регина, как никто, болела за своего первенца. Потому что по тем временам она еще не знала, что у нее наступит великое время. Это сегодня мы говорим 30 лет аншлагу. 30 лет аншлагу, это аж какой год? 87-й год. Это было через 10 лет. Лет после. После моей победы в 77-м на конкурсе. Только через 10 лет появился аншлаг. Но с первого дня аншлага до сегодняшнего дня, еще далеко не последнего, я в аншлаге. Заказал шашлык из баранины. Жена курицу. Официант по-русски не в зуб ногой. Ну как ему объяснить деревня? Я думаю, ну баранину, это же легко, я бе-е-е-е. Ну, грудиную, это самое, то есть куриную грудку, я ба-а-а-а-а-а, и жену за грудь взял, он понял сразу. А теща дурочка взяла, говорит, а мне яичницу. А вот вы говорите, что вы очень хорошо знаете биографию, творчество своего партнера по аншлагу. А с какой поры? Вот, допустим, вот такую фотографию я вам покажу. Вот здесь Гагарин, допустим. Гагарина узнаете? Это же было сколько лет тебе? Четырнадцать? Четырнадцать. Четырнадцать. И это Артек? Это Гагарин. Вы знаете, что это Артек, да? Ну, конечно, мы же знаем. Почему же, конечно? Я, между прочим, о своих артистах все знаю. Собирайте информацию. Нет, я просто не знаю. А что на истории тогда с Артеком? Ну, так это уже, я думаю, лучше расскажет Володя. У меня есть фотография, мне вручают... Это нам из Артека присутствуют? Мне вручают медаль. А вот так сидит Гагарин. Они его увеличили. Ты расскажи, как ты в Артек попал? В Артек я стал лауреатом конкурса областного в городе Курске. Я пел во Дворце пионеров песню Бухенвакс и Набата. И «Хотят ли русские войны?» Серьезные такие произведения. Ну, «Хотят ли русские войны?» Я даже показывал тогда в Курск к моему соседу, приехал Марк Бернес. Ну, по тем временам, ты молодой человек, просто не понимаешь, насколько это было. Кроме кино и одного канала телевидения, ничего не было. И Бернес и киноартист, и певец, это вот что-то... И мой сосед говорит, ко мне приедет Марк. Марк с Маркушей, мы учились в Харькове, в техниках. Ты не уходи никуда, я тебя позову. Я сижу, жду. Зовет меня. Лечная клетка. Вхожу, сидит Марк Бернес. Наш сосед говорит, Маркуш, познакомься, вот Володя Винокур. Поет во дворце пионер. Володь, давай. «Хотят ли русские войны?» Он так на меня посмотрел, говорит, чего ты орешь? Они же не хотят войны. «Хотят ли русские войны?» «Спросите вы у тишины». Я на всю жизнь запомнил, что Марк Бернес вкладывал в это душу и актерское мастерство, а я орал, как бешеный. Я приезжаю, окрыленный в это, в стону с лауреатом. Вот обида какая. За медаль, за... Медаль за первое место по волейболу, я был капитан команды, я получаю из рук Гагарина, а медаль за песню, как лауреат международного конкурса, мне представитель с этой дружиной вручает. А вот Гагарин сидит. Вы ни раз и ни два в интервью говорили, что мама Владимира Натановича является талисманом. Аншлага. Аншлага. С первого дня она. Да, вот что значит талисман, что она должна присутствовать обязательно в зале? Она присутствует почти на всех наших больших съемках. Вот я даже не помню, какие большие съемки, чтобы не было в первом ряду Анны Юлевны. И когда... Ну, больше всего, между прочим, Винокур нервничает, когда она у нас на концерте на съемке. До сих пор? До сих пор, конечно, до сих пор. Потому что после съемки она устраивает такую разборку. Разбор полетов. Да, она устраивает разборку. Не ту рубашку надел, не тот костюм. Почему не светлый, почему не... И не только по части костюма. Да, и, конечно... Нравится, не нравится эта реприза. Она же все-таки русский язык преподавала ей литературу. И поэтому кое-что, номера Винокура, и ей не очень нравится. Ну, правда, говорю. Я не учила тебя ненормативной лекции. Да. Сказала мать твою вот этого. Да, я же еще девчонка хоть куда. Могу в турне, могу и на банке. Нет. Ведь мне чуть больше, чем 17 лет. Анна Юлевна устраивает разборку не только своему сыну. Да, и вредине. Мне разборки она всегда устраивает. По телефону. По телефону. Вот это... Сначала хорошие слова идут. Да, да. Да. А потом... Ну, она очень, конечно, тактична. Мне говорит, неудобно сказать. Но вот этому артисту, вот, наверное, знаешь что? Вот ты скажи, вот со сцены это, наверное, не видать, а из зала видать. Вот ты ему скажи, чтобы он что-то... И дальше идет конкретный совет, который совершенно правильный. Принимается, да? Абсолютно. К исполнению. Самое смешное, и... Ну, это трагикомедия. У нас девочка одна ножку подвернула сегодня. А на спектакль пришла мама с внучкой. Ну, с моей дочкой. И я ей говорю, Настя, ну как сможешь? Она говорит, попробую. Взяла и станцевала. Вот. Спасибо, ребят. Ну, в общем, у нас такая какая-то сложилась семейная обстановка на аншлаге, что мои все родные и близкие, и Тамара, и Настя моя маленькая была. Она даже снималась. Снималась, да, постоянно. Когда она еще совсем маленькая, помнишь, танцевала? Да, делала порой на Машу Распутин. Да, да, да. Вот. Я думаю, что и мой внук Федя подрастет и придет к Регине, скажем. Он такой клоун вообще. У нас, кстати, и есть фотография, по-моему. Будущего артиста? Да, да, вот такая. Сейчас Володя покажет. С Петью, мы дам. Посмотри, вы. Смотрите далее. Тайное имя народного артиста. А чего у нас два Вовы Винокура, говорит маленький Вова? И его другие секреты. Мы можем вам сделать эффективный брак бесплатно. Почему дочь Владимира Винокура плакала, когда увидела его сюрприз на день рождения? К 18-летию Насте я ей решил сделать подарок. И откровение Регины Дубовицкой. Знаете, как его у нас в аншлаге называют? Он даже не знает этого. Посмотри. Вот такая, да. Да, он смотрит, на девушку учится. Он и танцует, и вот, сейчас заговорит, наверное, запоет. Но пока танцует и подтягивается на турнике. Непонятная какая-то ситуация, потому что вы как-то сказали, что его назвали в вашу честь. А, это была простая история. Не сложилось. У меня мой брат, брат родной, Борис, он назвал своего сына Володей. И у нас вдруг в семье появился Вовы Винокур-2. И когда он стал разговаривать, а я его все время кормил, маленького, и говорил, надо, Федя, надо. Да, и он говорит, а что у нас два Вовы Винокура, говорит маленький Вова. Давай ты будешь Федя, а я буду Вову Винокур. А еще я неизвестный был, я в армии служил. Короче, я становлюсь Федей. И чтобы не путать нас дома, мама меня звала Федей. Да ладно. Да, отец. Я даже письма писал из армии, подписывался. Привет всем, целую, Федя. А самое главное, что брат до последних дней звал меня Федей, брат. А сегодня самое смешное по моему племяннику полтинник уже. И он, когда со мной встречается, мои даже артисты смеются, он не замечает, он меня иначе и не зовет. Он меня не зовет, Володя. Он говорит, слушай, Федя, вот у меня такой вот... И все не понимают, с кем он разговаривает. И это оттуда пошло. И когда, значит, родился пацан, Настя и не раздумывала. Она назвала для своих Федя. И все понимают, что это в честь деда. А вот эта девушка, она тоже член отшлаговской семьи? Ну, во всяком случае, девушка очень хорошо знакомая. Нам, всем, всем ей артистам. Ну, а я-то ее просто хорошо знаю. Подтверди, Володя, что знаю. Это вот как раз замуж выходила девушка за стажера театра опереты. А я играл спектакль «Не бей девчонок». Я играл главную роль Славку Леденцова, двоечника. А куклу заводную танцевала девочка из балета Тамара Первакова. Вот такие голубые глаза, блондинка, красивенькая. Насколько я замуж, там какая-то история из-за прописки, когда это какой-то такой брак по расчету. Нет, нет, нет. Там очень красивая была история. Здравствуйте, это Саша. Как какой Саша? Мама, она спросит, какой Саша? Алло, а вас не предупредили, что я буду звонить по телефону, знакомиться? Вспомнили? Кто-то, да, да. Саша меня доволен. По тем временам в московские театры старались брать с пропиской. И, короче, приближается распределение у нас в институте. И она меня зовет только по имени на вы. То есть дистанцию. Не подпускает дистанцию. Я знаю, мне девочки рассказывали, вы за всем балетом ухаживаете. В общем, такой ветреный, Так. Я даже ее приглашал в общежитие в гости, показать ей, как это... Вот она говорит... Как это происходит? Где происходит лучше? И она не пошла. Да, да. Короче говоря, в один прекрасный момент, за неделю до распределения, худрук моего курса, главный режиссер опереты московской. Володь, ты понимаешь, в чем дело? Ты работаешь стажером. Он взял уже меня в театр, я работаю. Но не знаю, что делать. Ты не собираешься осесть в Москве, жениться? Я говорю, да нет, я ухаживаю за девушкой, но это как-то... Ну нет, нет, поеду в много хороших городов. Он говорит, мне жалко тебя отпускать, потому что у нас сложности в общежитии особо нет. И тут она вдруг, мне с вами надо поговорить. Сама? Да, мы с мамой советовались, скоро распределение, вы хороший артист, жалко, если вас отошлют куда-то. Мы посоветовали, мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно. А тогда было модно делать по московскому браке. Да, да, да. Я говорю, а зачем же фиктивное? Я же, Тамара, серьезно за тобой ухаживаю. Давай по-настоящему. Я привожу папу, едем в Латкарина, делаем, я делаю предложение тещи будущей. Тещи делаешь? Да, ну, в смысле, что, да. И, короче, мы расписываемся, и я становлюсь москвичом, да? москвичом, и артистом театра, государственного театра опереты московской. И вот уже 43 года мы живем вместе. вы как-то там прозвучало, что и Кобзон, и Розенбаум с вашим папой советовались. А советовались-то по какому поводу? Он же архитектор был, строитель. Он архитектор был, но как вот такой, знаете, мудрый еврей, к нему шли, как к Рэбе, шли на совет. Какого рода совет? Его называли режиссером. Житейский режиссер. Вот его главным режиссером называли. Он понимал все. Он как большой организатор и много лет проработавшись. какие записки он тебе писал, оставлял наставление. До сих пор у него на столе лежит. Да, у меня на столе есть записки. Готовить новую программу. Значит, похудеть. Это в каждой записке было. Потом работа с авторами. Новый номер Ван Слак. Михаил сказал, это же какая женщина со склонностью к плюрализму в отношении противоположного пола вот это сделала. Кто этот мужчина, возлюбивший своего ближнего нетрадиционным путем, желая его маме, хороших интимных отношений до скончания века. Он сдружился, когда-то я... С Аркадьимом, расскажи. Ой, с Аркадьим Сакчим была смешная, трогательная история. Отец захотел пойти в Олимпийскую деревню, работал Аркадий Сакчим. Я говорю, пап, пойдем, я тебя познакомлю с великим. И произошло немыслимое чудо. Значит, я прихожу за кулисы и говорю, Аркадий Сакчич, я говорю, это мой отец. И они знакомятся, а Аркадий Сакчич всегда, Регина помнит, он на сцене, а за кулисами был такой сдувшийся, знаешь, вот он вот выходил, я помню, из кулис, когда вот... Особенно в России, в Центральном государственном концертном зале, дай таблеточку, спасибо, все. Народный артист Советского Союза Аркадий Райкин, он включался. И выходил, и все, и летал уже. И здесь сидит Аркадий Сакчич после концерта, да, Володечка, рад, папа, да. Я говорю, ну, есть обстоятельства, которые меня заставили обязательно вас познакомить. Отец до войны учился в Ленинграде. И он так, как в Ленинграде? А где? И он, отец говорит, я лиси закончил. Ленинградский инженер строй. Ой, да мы там выступаем. Я, ой, сколько, а вот это, а Валера, а Витя. И они вдруг начинают при мне. Я вообще лишний в этой обстановке. А помнишь, а помнишь. И уже прощаются они на ты, и все, заходи, я рад буду. Два дружбана прощались, такие ленинградцы. Папа, кстати, пел? Были у него в Абаке-Медане, и в кого? Да, у мамы, у мамы папа пел, дедушка. Дедушка был артистом еврейского театра. Вот здесь прозвучало имя дочери. Это ведь с реальной фотографии сделано, да? Да, да, это с реальной фотографии. Я к 18-летию Насти, я ей решил сделать подарок. Она потом плакала, когда поняла, что это не стирается, что это настоящая татуировка. А мама до сих пор думала, потому что она понимала, какой это труд и какая-то боль, и все. А мама до сих пор думает, что это я сделал просто Настю удивить, потом стер. Я говорю, это наша гейша? Ваша, ваша. Я говорю, вы не могли бы украсить вечер одинокого мужчины? Она говорит, деньги есть? Мы тебе всего разукрасим. Слушай, я хочу все-таки еще про папу сказать. Да, да, конечно. Вы знаете, что? Вот это действительно удивительная семья, которая вот сколько... Хотела сказать Вовке. Ну а что? Ты-то имеешь право. Это я не могу так сказать. Ну ладно. Какой он сейчас? Это он благодаря маме и папе. Вот они участвовали, и мама, слава богу, участвует, во всем его актерском продвижении. Вот я помню, первый раз, когда он у меня в Добром Утре выступил, на следующий день первый звонок. Это был... Человек звонил мне совершенно незнакомый, оказался из Курска, звонил его отец. Да. Звонил и спрашивал у меня, как на самом деле, вот как вам понравилось, не понравилось. И он тогда говорил еще... Для меня это было настолько удивительно. А может быть, ему стоит какие-то другие пародии сделать. Я думаю, надо же, что-то непонятное. В конце проголосил на фаршированную рыбу. Да, да, да. Я очень часто звонила родителям. Если мне нужен был винокур, а он где-то был, где-то. Или вообще мне нужно было подействовать чем-то на винокура. Вот так, что-то такое. Рычаг был такой, да. Ой, рычаг был стопроцентный. Через маму с папой. Я ему очень благодарен, потому что вот отец, две истины меня, как говорится, вбил и дал мне возможность ощутить это и по жизни. Он мне говорил всегда, сынок, ты делай добро людям и не жди ответ. Ответ будет совсем в другом месте. Второе, что он в меня, как говорится, вбил, это он говорил, опаздывать это неуважение к тем, кому ты опаздываешь, а прежде всего неуважение к себе. Первое, что новым артистам, я говорю, ребята, умоляю вас, для меня это аллергия. Если человек опаздывает, он меня беспокоит уже не только как человек, но и как артист. Не может артист. Инпрофессионально. Да, совершенно верно. Кто же так считает? И вот я за 10 минут до отхода автобуса, а мы ездим по 500, по 600 километров. Все сидят в автобусе, потому что закон такой у нас. Ровно. Я говорю, поехали. Семеро одного не ждут. И если кто-то, ну сейчас уже нет таких случаев, ну было пару раз, такси, догоняли автобус, догоняли самолет. Знаете, как его у нас в аншлаге называют? Он даже не знает этого. И он называет скорая помощь. Скорая помощь, потому что надо с гаишниками поговорить, там что-то такое нарушили, звоним Володе. В больницу устроиться, естественно, только ему. Ну, в общем, по любым таким житейским моментам все звонят Володе. Я выхожу из дома, ага, беру с собой упаковку, велокордину возьму сразу, бинты, ваты, йоду, склянку возьму, склянку. Если не дамажу, выпью. Так, и рулон бумаги туалетную возьму. Ну, мало ли, вдруг не сердце, что-нибудь другое хватит. Вы знаете, вы сказали скорой помощи, я, конечно, по ассоциации вспомнил, что в ваших биографиях есть такие странички, очень схожие, то есть автокатастрофы, которые просто были почти летальными, насколько я понимаю, по приговору врачей. У меня было, да, потому что ходить не будет. Много же хотели немцы, вам, хоть, например, немецкая медицина. Чуть ногу не отхватили. Меня спасли военные врачи, наши. И я все это пережил, всю эту катастрофу, и они меня сложили по частям. Я до сих пор им благодарен, потому что то, что я сейчас до сегодняшнего дня и танцую, и бегаю, и прыгаю, это все благодаря нашим военным врачам, которые прошли Афганистан и все такое прочее. И для меня это как бы второе рождение. Я после этой катастрофы совсем по-новому стал смотреть на все, что в жизни происходит. Вот это фото с реабилитацией? Да, вот я как раз ко мне приехала Тамара с Настей, Бисер Киров, Царство Небесное, прекрасный артист. И вот я лежу там короткостриженный, несколько месяцев вверх ногами на вытяжке. И победили и врачи наши, и я сам победил. Первая съемка, будете смеяться, была от шлаг. Я на костылях. Слушай, а вот бросить ты их не можешь без них? Ну вообще, когда ты сказала бросить, я вспомнил, брось костыли. Это есть такой старый анекдот, когда встречаются два еврея, один говорит, слушай, вчера был такой экстрасенс у нас, колоссальный экстрасенс. Какой? Ну такой, это, кашпировский ребенок. А что такое? Ну помнишь, Фиму, он на костылях ходил все время, ковылял всю жизнь, так он на него руку вот так наставил и сказал, брос костыли. Ну и что? Бросил. Ну и как? Разбился к чертовой матери. И ты тогда сделал бросил костыли. Была передача знаменитая. Да, но потом первая съемка концертная после аварии тоже была, это мы были в Ялте, помнишь? В Ялте. Да, первая концертная съемка, в которой участвовал Володя. И он тогда с Фимой Александровым делали номер, в котором надо было еще и танцевать. Да, да. А он-то так он вышел, он оттанцевал все, а потом уходит за кулисы, доходит до моего столика на сцене и говорит, а там только одно кресло стояло, а говорит, я дальше не могу идти, просто идти, встань. Я там что-то пошла на сцену, он сел и... Отек был сильно, да. Смотрите далее. Как Владимир Винокур спас Регине Дубовицкой жизнь? Я ему благодарна по гробу жизни, Володя. И чем удивил Иосифа Кобзона? Говорит, дайте трубочку, если дам, и че я дать требую. Не могу, он на сцене. Почему мама Владимира Винокура не поверила, что ей звонит сам президент? Она говорит, сынок, вечер уже, тебе больше некого разыгрывать, 1 апреля. И чем Евгению Додолеву удалось поразить хозяина дома? С ума сойти, Тимур. Потом вот Регине повезло с Ленкой Воробей. Мне с тобой повезло тогда, потому что благодаря, ты же договорился с тем же самым хирургом, который тебе делал. Воробей рассказывал мне, что там просто водитель был не трезв. Он не то, что не трезв, он под кайфом. Но дело не в этом. Вот Володя договорился с госпиталем Бурденко, где был главный врач, как раз хирург главный, который делал операцию ему в Германии. И этот хирург меня спас. Но самое интересное было другое. Лежу в реанимации, вообще ничего еще не соображаю, что у меня там поломано, и вообще что. Вдруг слышал голос. Голос такой, ты чего разлеглась? Ты что не помнишь, что у меня юбилей? Надо же что-то делать. Это было 60 лет, по-моему, тебе было. И я после этого, ну вот дура-дура, потому что все там в голове, действительно думаю, ведь юбилей, надо же что-то придумывать. Шевелиться надо. Шевелиться надо. Вот смешно, но эти слова, настолько... Установка. Установка. И я там уже сидел. А потом, когда я уже была в палате, Володя приходит с нашим продюсером, Сашей Досманом, и говорит, ну что ты залежала здесь? Надо же съемку делать. Я говорю, как съемку, когда я лежу вот так, все. Ну ничего, здесь вот мы цветы поставим, там цветы, все нормально. Я стала думать, действительно надо. Я первый сценарий написала лежа. Лежа-лежа. Лежа-лежа, да. Ну в общем, я ему благодарна по грубе жизни, Володя, в этом плане. Перестань. Ну что там, перестань. Мы оба, как говорится, по жизни много сделали. Сегодня оглядываясь, так я, я всегда смеюсь, когда мне говорят, видел, опять ругают аншлаг. Я говорю, да что видеть, я это знаю. это как бы такая очередная глупость, потому что аншлаг, это история нашего телевидения. И эстрады. И эстрады. Беседуя с Винокуром, не вспомнить такую вот, как это принято говорить, пишку, как розыгрыши. Известны всякие истории, там как Смур-Слешенко. А вас когда-нибудь разыгрывал? Ну вот, Винокур, когда звонит, он же как разговаривает? Он разговаривает обычно женским голосом, да все время, разными же, все время разными. Я женским не представляю. А вот так. Вы сразу не поймете, что это Винокур. Ну я звонил с другого телефона, ей, потому что она же мой телефон знает, если отмять. А так, в принципе, Ригина Игоревна, я очень довольная. Вот сейчас посмотрю, она говорит, извините, у меня некогда. А что ж вам некогда? Я простая зрительница, я мало с кем разговариваю. Вот с вами, с удовольствием. Вы мне стойко добра принесли. У меня было столько болезней, сейчас прошли. Какой там экстрасенс? Вы выше, чем сенсы эти все. В общем, я ее... Но это же не только от таких голосов, у меня уже 10, если не больше разных. Кто с разными разговаривает? Ну, это же деменитая история. Я рассказывал, по-моему, как я Кобзона звонил, поздравлял с этим с юбилеем. Ты, гроза, не пугай меня, не боюсь, я угроз и гроз ухожу, меня в думе ждут. Ведь думаешь, что по вас всех думать, а как думать без Кобзона? Я звоню Иосифу Давыдовичу много лет назад, юбилей у него. Женский голос. Я думал, Нелли. Я говорю, Нелечка, поздравляю вас с днем рождения мужа. Она говорит, это не Нелли, это его помощница Лена. А Лена помощница выработала у меня костюмер. Леночка, а вас много слышала, вы такая внимательная. Иосиф Давыдович тоже вами довольна. Она говорит, вы извините, нет времени. Я говорю, дайте трубочку, я всегда вычего поздравляю. Не могу, он на сцене. На сцене. Ну, запишите, что я звонила. А в это время был президентом Медведев. Ну, она говорит, ну, я пишу, говорите, времени мало. Юлия Вениаминна Медведева, мама Дмитрия Анатольевича. Она говорит, ой, вот он идет. А если рядом был. Она ему трубку дает, слышу, что-то шепчет, он, для меня большая честь, что вы, мама президента, позвонили мне, простому артисту. Я говорю, Юсиф Давыдович, это для меня огромная честь, потому что я выросла с вашими песнями и благодаря вам вырастила своего мальчика. Юсиф говорит, мы любим вашего мальчика. Я говорю, тогда, Юсиф Давыдович, давайте вместе с вами свою мою любимую песню. Не думай, о секундах свысока, блин. Он говорит, винокур, убью, сволок. Ой, вчера мне анекдот рассказали. Ой, я упал. Вы вошли, я только встал. Вот я эту историю рассказал как-то уже позже. На к вопросу о президентах, на самом деле, когда к вам приехал Путин, это 1 апреля, вы же не поверили, что... Я с мамой его соединил, и мама до сих пор вспоминает ее. И Владимир Владимирович при каждой встрече говорит, мама помнит. Мы случайно встретились, и он говорит, какие-то есть вопросы, Владимир Владимирович. Я говорю, если можно, я маму наберу, скажите, для нее это... А 1 апреля? А мама тогда еще молодая была, ей еще 90 не было. 88 где-то. Я говорю, алло, мам, сейчас с тобой президент разговаривает, это 1 апреля. Она говорит, сынок, вечер уже, тебе больше некого разыгрывать. 1 апреля. Я говорю, мам, я тебе серьезно прошу, соберись, сейчас с тобой будет, Владимир Владимирович Путин, говорит. Анна Юрьевна, поздравляю вас с юбилеем сына, от души, желаю долгих лет, мы вас любим. Мать говорит, мы вас тоже любим, если вы настоящая. А он говорит, тут Галкина нет. Ну, в смысле, пародина. Она говорит, знаешь что, Вова, хватит валять дураками. Он же Вова тоже, так сказать. Да, и все, в общем, он все время вспоминает, то вы говорите, а помните, Вова ходит, валяй дураками. Но зато, сейчас маме было 95 лет, и мама получила телеграмму от Владимира Владимировича. Поздравление, 95 лет. Это очень приятно. Ну что, я надеюсь, что у нас атмосфера была подходящая, 30-летняя. Сумасшедшая. Спасибо. Региночка, с 30-ю годами тебя. а вам, как человеку, который занимается спортом и следит за собой, это майка, которая позволяет... Вот войти в эту одну. Нет, она анализирует ваше состояние, сколько калорий, сколько все, то есть, это вот, это такая техническая, как бы, вещь. Класс. А то она на ваш мобильный телефон будет отправлять сигнал. С ума с этим. Да, да. То есть, это как раз мне. И прозвучало, что 95 лет. Маме. Маме вот только праздновали. недавно. Шикарная была программа. И вот сейчас мы ее умоляем, чтобы она не подняла. мы оставили несколько свободных страниц в семейной мальмозе на Куре, да. Мамя просто класс, У нее без юных глаз, Это нам легко понять, Ей лишь 95. Ох, какая красота. Это я называл вот эти фотографии мой Голливуд. Папа и мама. Папа и мама, да. Вот дедушка, который певец. А вот это хорошая фотография. Да, Боря мой брат, и я такой. А вот лыжник. Это первое выступление в пионерском лагере. Вот мой первый аккомпаниатор, мой брат Боря. Вот Боря, Вовка как раз, который назвал меня фенич. Окольцевали вина Кура с Бимом. Вот семья. Тамарочку приняли. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok